12 октября в Донецкой библиотеке филиала номер 2 состоялась презентация переизданной книги Ильи Ганимова «Старая юзовка» и «Донбасс для чайника» современного автора Олега Измайлова. Книг по истории шахтёрской столицы не так уж много. Считается, что первое описание юзовки, её основание и роста, создание и развитие заводов, о жизни и работе инженеров и шахтёров дал своей знаменитой книжке «Старая юзовка» Илья Ганимов. Нужно сказать, что Илья Ганимов – это поистине тоже легендарная личность. Но я бы не хотела об этом говорить, а хотела представить слово, рассказать о Илье Ганимове и об этой книжке Олега Витальевича Измайлова. Он, как никто, знает об этом. Сведения добывались с трудом. Это был поистине кропотливый поиск. Илья Ганимов стремился подкрепить личные воспоминания местных жителей данными из официальных источников. От издания к изданию автор серьёзно корректировал содержание книги. А книга увидела впервые свет в начале 1937 года. Была переиздана не один раз. «Ценность её, конечно, кроме предисловия Володи Корнилова, нашего выдающегося публициста, в том, что здесь есть воспоминания об авторе, написанные 94-летним Павлом Филипповичем Богдановым, нашим выдающимся журналистом, редактором, многолетним директором издательства «Донбасс книжного», который вот эти книжки все ещё при жизни автора издавал, которые автора хоронил. Он здесь описывает, как он его в последний раз проведал, незадолго перед смертью». Часть средств, вырученных от продажи книги Ильи Ганимова «Старая юзовка», будут потрачены на реставрацию мемориальной таблички, которая была размещена на доме, где проживал известный писатель. «Мы сохранили даже шрифт издания 1962 года, таких шрифтов сейчас нет, нам пришлось вырезать каждую вот эту вот буковку, ставить, вот, и взяли фотографию старую архивную нашего завода. Таким образом, вот, как бы мы постарались максимально сохранить вот всё, что было. Вот она примерно выглядит тоже, единственное, что там жёлтая бумага, а здесь мы на белую сделали бумагу». Также в рамках мероприятия была представлена книга Олега Измайлова «Донбасс для чайников». «Конечно, это труд солидный должен был бы быть, и не меня одного, было бы неплохо, чтобы это был какой-то коллектив авторов, ну тогда это был бы уже, конечно, совершенно другая книга, это был бы какой-нибудь учебник или что-нибудь в этом роде. Поэтому было принято решение, облегчённый вариант сделать, он не претендует ни на роль исторического источника, потому что, конечно, я не историк, а журналист. То есть, это такая вот такая дорожно-историческая, культурно-историческая публицистика». В конце мероприятия гости смогли пообщаться с автором книги «Донбасс для чайников» Олегом Измайловым и приобрести издание, а также получить автограф автора. «Очень интересная, действительно, работа, с душой написана, и она ещё имеет такой литературный характер, да, у тебя, ну, кубистический литературный характер. И, конечно, для всех, кто интересуется нашей историей, кто влюблён в Донбасс, мне кажется, это необходимо прочитать. Наталья Анатольевна, тоже всё больше узнаю, скажем, о вашей подвижнической деятельности, да, в плане поддержки именно наших донецких авторов, нашего краеведческого движения, что-то идейная позиция, то есть замечательно. И, в целом, мне кажется, все, кто сегодня принял участие в встрече, узнали что-то новое и ещё большими красками, скажем так, заиграл Донбасс и Донецк для каждого из нас. И это очень важно. И опять-таки здесь ещё живая традиция библиотека, филиал номер два, замечательные мероприятия проводят и объединяет вот такое количество людей, молодёжи, скажем так, в этом. И дай бог, что так это и продолжалось». Марина Ерёмченко, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.